Всем привет! Когда в твоей семье появляется ребенок, жизнь конкретно меняется. И если раньше мы думали, какой телефон купить, в какой магаз ходить, кафе и так далее, то сейчас думаешь, как бы сэкономить на покупке коляски, какая будет практичней, какая будет симпатичней, какое детское кресло и тому подобное. И вот на сегодняшний день я сильно заморочен, чтобы покупать качественный товар, но при этом дешево. Я думаю, меня многие родители поймут в этом плане. Сегодня я хотел бы сделать распаковку. Вон той... Вон той коробке. Распаковку детского кресла, которое заказано из-за бугра. Почему именно оттуда? Как мы нашли этот сайт? Каким образом удалось нам сэкономить? В чем плюсы? В чем минусы? Сегодня все расскажу в этом обзоре. Поехали! И так, что мы получаем в комплектации в этой коробке? Само кресло. Журнальчик Lego на немецком языке. Не знаю, он для чего. Детям из России, но, видимо, это комплект, поэтому... И хлопушки только величины. Помните, как были в детстве? Но они до сих пор есть такие, которые хлопаются там в товаре. А это только большие. Вот. Работает. Итак, мы приобрели кресло Römer. Непосредственно эта модель King 2. Серия Black. Почему именно Black? Потому что у нас черный автомобиль, и мы решили, что черный впишет сюда очень здорово. В этой модели пятиточечный ремень, как и во многих. Но очень удобная система ослабления этих ремней. Помимо всего прочего, в этом кресле регулируется угол наклона. Для того, чтобы ребенок мог просто сидеть. И если вдруг он захотел уснуть, соответственно, можно с легкостью отхинуть кресло, и он будет дремать, соответственно. Очень все легко опускается. У нас есть определенный наклон. Не могу сказать, что большой, но при этом он есть. Я думаю, что у ребенка голова уже будет гораздо удобнее располагаться, нежели чем в сидячем положении. Внутренние накладки ремня очень мягкие. Не будут натирать плечи ребенку. По ощущениям, если взять в руки, ну, нелегкое такое. Я думаю, килограммов 10. То есть, если сравнивать с пятилитровой баклажкой воды, то как раз вот две штуки. Кресло, нам первый взгляд, выполнено четко. Никаких погрешностей, каких-то там зазоров, не знаю, швов, ничего не видно. Все четко прошито. Ни одной торчащей нитки, ничего такого я не заметил. Есть варианты кресел, которые крепятся по системе Sofix. А есть, которые обычным ремнем. Интереснее, конечно, было бы взять Sofix, но здесь вопрос цены. Мы решили, что кресло мы не будем вытаскивать ежедневно из машины. Нам это просто не нужно. Оно будет постоянно стоять. Ну, по крайней мере, в полгода раз мы сможем его вытащить. Поэтому взяли кресло, которое крепится обычным ремнем. Помимо всего прочего, в этом кресле регулируется высота подголовника. Регулировка производится сзади кресла. Так как ребенок растет не по дням. Естественно, вы отрегулировали, посадили ребенка. Через некоторое время можно приподнять. Кресло оснащено пятиточечным ремнем, который помогает максимально комфортно разместить ребенка и утянуть его, чтобы он не вылез из кресла. Да, я здесь, кстати, обнаружил сзади небольшой кармашек. Ого, ничего себе. Прикольно, кстати. Здесь есть книжечки, которые на разных языках. Здесь, короче, 18 разных буклетиков с разными языками. Кресло заказано из Германии, но при этом на русском есть инструкция. Спасибо ребятам из Ремер. Само кресло рассчитано для детей от 9 месяцев до 4 лет. По килограмму от 9 до 18. Но мне почему-то кажется, что к 4 годам наш крепыш будет более 18 килограмм, поэтому нам придется брать новое кресло. В России такое кресло стоит ориентировочно от 18 до 23 тысяч. В зависимости от магазина. Мы нашли его на сайте за 146. Плюс налог, плюс доставка, плюс еще что-то. Выходит в районе 185, наверное. В итоге мы нашли еще купоны. По итогу это кресло нам пошло 176 евро. То есть это 12 тысяч рублей. Даже если взять самые минимальные цены по России, нас экономили порядка 6, а то и больше тысяч рублей. Это достаточно серьезная сумма. Мы на нее просто возьмем коляску на лет. Итак, предлагаю переместиться в автомобиль, чтобы посмотреть, как крепится кресло. Видели, как легко он это сделал? Теперь посмотрим, как по-настоящему устанавливается это кресло. Ну не так уж и легко, как было на видео, собственно. Но не скажу, что сложно. Я не знаю, как было бы с Asafix, но факт есть факт. Держится она уже четко, то есть здесь без вопросов. Она реально крепко стоит. И если это раз делать в полгода, то вопросов не должно быть никаких. Теперь перемещаемся в квартиру. Ссылка на сайт, где мы приобрели это кресло, будет внизу в комментариях. Я и моя семья за этот обзор ничего абсолютно не получится. Вы не думали, что это реклама. Потому что у нас не так много подписчиков. Это чисто просто человеческий совет, наверное, для того, чтобы сэкономить денежные средства на покупке хорошего, качественного кресла от фирмы Ревер. Подписывайтесь на канал. Смотрите влоги, обзоры. Мне приятно, если вы смотрите. Ставите лайки, пишите какие-то комментарии. Это всегда обратная связь. Это очень здорово. Еще раз всем спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok